Один человек погиб, ещё 44 пострадали в результате крушения поезда в Каталонии. 11 человек отправлены в больницу, трое из них в тяжёлом состоянии. Причиной аварии стал оползень. «Мы подтверждаем, что есть один погибший. И я хочу выразить соболезнования родственникам и друзьям жертвы от имени каталонского правительства». Пригородный поезд направлялся в Барселону. По словам управляющей компании, в нём находился 131 человек. Авария произошла близ города Вакарисес в 45 километрах северо-западной региональной столицы около шести часов утра по местному времени. Два из шести вагонов сошли с рельсов. Оползень вызвали ливни, которые не прекращаются в регионе несколько дней. «С дорогами и железными дорогами на склонах часто бывают проблемы. Особенно в этом году, когда много дождей. Предел устойчивости превышается, и происходят несчастные случаи. От этого никто не застрахован». Напомним, самая смертоносная железнодорожная авария произошла в Испании в 2013 году. Тогда при сходе с рельсов поезда, следовавшего из Мадрида на северо-запад страны, 79 человек погибло, около 140 пострадали. Сотни человек собрались в столице Перу у посольства Уругвая. Они требуют не предоставлять экс-президенту своей страны политического убежища. Алана Гарсию, который занимал высший пост первый раз в 80-х годах, а второй раз с 2006 по 2011 годы, обвиняют в коррупции и взяточничестве. В отношении него ведётся расследование. «Мы считаем, что всех нужно судить на равных условиях. Это политический трюк, чтобы спастись от перуанского правосудия. Алан Гарсия должен за всё заплатить». Как сообщило Министерство иностранных дел 17 ноября, Гарсия вошёл в здание ДИП-представительства, а позже отправился в дом к послу. Несколькими часами ранее суд запретил экс-президенту покидать страну в течение полутора лет, пока будет вестись расследование. Его обвиняют в том, что он получал взятки от бразильской компании Одебрехт, которая строила линии электропоездов в Лиме. Алан Гарсия и его сын отвергают все обвинения. «Почему вы не хотите оставаться в стране? Потому что если в этой стране нет пути для правосудия, зачем здесь оставаться? Мой отец приходил на допросы, к прокурору 48 раз. Чего от него хотят?» Коррупционный скандал вокруг компании Одебрехт оказались вовлечены десятки высокопоставленных чиновников Латинской Америки. Как предполагается, компания давала взятки в обмен на строительные контракты. Гарсия уже во второй раз запрашивает убежище в другой стране, столкнувшись с обвинениями в коррупции. В 1992 году он бежал в посольство Колумбии в Лиме. Тогда против него велось расследование по обвинениям в присвоении госсредств во время первого президентского срока. Греческая экономика продолжает двигаться к восстановлению. Об этом заявил глава Еврогруппы, выступая в Комитете по экономике Европейского парламента. «Греческая экономика вернулась к росту. Прогноз позитивный. Налогово-бюджетные показатели замечательные. Недавние данные говорят о том, что Греция третий год подряд превысит фискальные цели, включая плановое активное сальдо в 3,5%. Впрочем, по словам Марио Сентено, афинам не стоит расслабляться. «Греция должна придерживаться курса и продолжать применять фискальную политику и реформы для стимулирования роста. Они необходимы, чтобы улучшить жизненные условия и перспективы для граждан на долгосрочной основе». Глава Еврогруппы также высказался по вопросу бюджета Италии на 2019 год. Рим планирует вместо урезания расходов их повышать. Это приведёт к росту государственного долга. В еврозоне этим очень обеспокоено, а Еврокомиссия уже готовит пакет мер, включая санкции. «Я понимаю и разделяю обеспокоенность Италии по поводу медленного роста и сложных социальных вопросов. Это серьёзные проблемы, которые необходимо решать. Но для этого не обязательно ставить под угрозу оздоровление экономики». Впрочем, все недавние заявления итальянских чиновников говорят о том, что Италия изменять свой бюджет не намерена. Это может вылиться в штраф, а также приведёт к тому, что Рим лишится доступа к фондам ЕС. Новый фискальный курс взяло правительство евроскептиков, которое недавно пришло к власти в Италии. Предыдущий кабинет утвердил с Брюсселем другие показатели, которые подразумевали сокращение расходов и госдолга. Удивительная гармония установилась между крокодилами и жителями деревни Базуле в Буркина-Фасо. Хищные рептилии живут в местном пруду, но их не боятся ни женщины, ни даже дети. Крокодилы попросту не трогают людей. Для местных жителей эти животные священные. Считается, что деревня появилась благодаря тому, что крокодилы указали путь к воде. Произошло это ещё в 15 веке. «Женщины доверяли крокодилам и следовали за ними. Они показали женщинам, где найти воду, и люди построили деревню рядом с крокодилами». Эти рептилии относятся к виду западноафриканский или пустынный крокодил. Они меньше нильских и не такие агрессивные, хотя могут броситься на крупную добычу, в том числе и на человека. Но с жителями Базуле у них особые отношения. «Здесь у нас могила крокодила, который умер в 2005 году, в возрасте 152 лет. Мы похоронили его по нашим традициям». Под присмотром гидов крокодилов можно погладить и даже оседлать. Фотографироваться с рептилиями приходят местные жители и приезжают туристы, в том числе и из-за рубежа. В пруду живут десятки крокодилов. Люди называют их «защитниками деревни». Они говорят, что рептилии предупреждают об опасности, исходящей от других крупных хищников. Африканцы считают, что не только крокодилам нужна вода, но и воде нужны крокодилы. Поэтому если исчезнут рептилии, не станет и живительной влаги. Почитали этих животных и древние египтяне. Они просили у них защиты и покровительства. Обычно тихий мьянманский город Таунджи погрузился в праздничную атмосферу. Здесь проходит один из самых необычных в мире фестивалей. В тёмное небо взмывают гигантские воздушные шары. Подниматься вверх их заставляют пылающие горелки. Каждый шар украшен индивидуальным рисунком. А вот это гигантское чудо и вовсе светится, как новогодняя ёлка, благодаря сотням горящих свечей. Полюбоваться на красочное зрелище ежегодно съезжаются десятки тысяч человек. «Есть два типа воздушных шаров. Один с фонариками, а другой с фейерверком. Мне нравится с фейерверком». «Когда воздушные шары поднимаются в небо и выстреливает фейерверк, это зрелище не сравнишь ни с чем. Это и правда что-то захватывающее. Люди устраивали такой праздник много веков подряд и до сих пор радуются ему. Да ещё и придумывают что-то новое». Впрочем, фестиваль не всегда приносит только радость. Бывает, что горящие конструкции падают в толпу и люди получают ожоги. На создание воздушного шара требуется от тысячи до четырёх тысяч долларов. Лучшее творение получает награду в размере восьми тысяч долларов. Но многие участники говорят, что делают красочные шары просто ради искусства. В последние несколько десятилетий фестиваль становится всё популярнее. В этом году в конкурсе участвуют 400 шаров. Праздник длится четыре дня.